Короче говоря, я предсказываю будущее. Этим утром я проснулся от назойливого голоса. Хватит спать, ленивая морковка! Я уже завтрак приготовил! Какой сегодня день? Понедельник. Давай дойду уже умываться. Я не хотела слезть с кровати и... Ой, нет! Больно наступил на Лего. Нашел место, где в Лего играть. Умылся, почистил зубы, сходил на горшок. Пока вставал, запутались ноги и горшок перевернулся. Ну вот, день точно не задался. С больной ногой еще и полы с утра мою. Ну-ка посмотрим, что там чебурек мне на завтрак наварганил. Чебурек! Ну что от него можно было еще ожидать? Нет, чебурек, спасибо, конечно, но я лучше по старинке. Каска, отзавтракаю. М-м-м-м-м-м-м. И чем это ему мой чебурек не угодил? Вкусно же! М-м-м. Морковки, если вы тоже любите чебуреки, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас чебуречников. Короче, после завтрака взял я чебурека под мышку и пошел гулять. Пришли на детскую площадку и решили мы с ним потягаться. Кто первее детскую качелю займет? Я споткнулся и этот кудлатый прибежал быстрее меня. Ой, можно подумать, если бы ты не споткнулся, то первым добежал бы. В общем, мы гуляли. Мы и так гуляли, и так, и совсем по-другому. И то я чебурека, то он меня, то я его, то он меня. Мы гуляли так долго, что я совсем забыл и про обед, и про дневной сон, и про горшок. Ну вот, вспомнил. Чебурек, нам срочно нужно домой. Вернувшись домой, я быстро умял свой ужин. А чебурек, остатки чебурека. И после душа, выключил свет и устал, все, улегся спать. Спокойной ночи. На следующий день у меня появились подозрения, что где-то я все уже это видел. И к вечеру я спросил у чебурека. Чебурек, сейчас какой день? Понедельник, точнее уже конец понедельника. Давай спать, ложись. И я в полном шоке выключил свет и лег спать. Спокойной ночи. Утром я услышал уже знакомую фразу. Хватит спать, ленивая морковка. Я уже завтра приготовил. Какой сегодня день? Понедельник. Давай дуешь умываться. Опять понедельник. Ну все, понедельник, сдавайся. Я знаю, как тебя прожить. Конструктор лего? Ну уж нет. Сегодня я на него не наступлю. Горсок перевернулся. Пойду пописывай на писсуар. Чебурек, если ты каждый день будешь есть свои жирные чебуреки, то сам станешь таким. На вот, Касю поешь. Касю поешь мне вообще-то кушать. Я что-то не понял. Откуда он узнал про мой чебурек? Вышли гулять. Ну что, кто первый до качеля? Да, только поменяемся местами. Ну и гулял я в этот понедельник тоже предусмотрительно. Вот мой обед, вот мой сон. Ну, горшок я вам не покажу. И стесняюсь. Но я его взял. Хау, вы что? Ну все, пора спать. Но сегодня свет на ночь, выключать не буду. Вдруг опять понедельник завтра будет. Ага, можно подумать, это ему поможет. Хе-хе-хе-хе-хе. Короче говоря, я предсказываю будущее. Короче говоря, я поиграл в Майнкрафт. Было воскресенье, я досматривал новую серию любимых фиксиков. И вдруг мой идеальный мир разрушила мама. Выключила компьютер, сказала, что я совсем деградирую от мультиков. Никак не развиваюсь. Пора закругляться. Эх, а день так хорошо начинался. Ладно, буду развиваться. Разовью-ка я логическое мышление и поиграю в Лего. Тут и фиксики ко мне присоединились. Я придумал игру, построить для них баррикады. А если мы не успеем сделать это до ночи, то придет злой монстрик и слопает их. Пришел чебурек, он где-то раздобыл конфету и был очень счастлив. Сломанная палка и сердечком карамелька. И тебя я съем. Ням-ням-ням я съем. Вот сейчас прям съем. Я рассказал Кудлятому правила своей игры. Он посмеялся и сказал, что я какой-то Майнкрафт-плагиачу. Какой Майнкрафт? Что такое Майнкрафт? Ну ты вообще далекий. Сидишь в своих фиксиках, света белого не видишь. Да каждый второй школьник. Ой, да что там школьник? Каждый второй чебурек играл в него. Странно, дочки матери слышал. Квач слышал. Прятки тем более. А Майнкрафт не слышал. Хоть я и главный игрок в нашей песочнице. Не годится. Надо исправлять дело. Оказалось, что это компьютерная игра. А на компьютере я кроме шапера ни во что не играл. Чебурек помог мне установить игру. И перед тем, как я начал заиграть, сказал, что у него есть какой-то мощный апгрейд для нее. И опять притащил какую-то конфету. Знаю, знаю я его конфеты. Вы помните, как одна его меня уменьшила? А я потом от того музыка еле удрал. Но в этот раз я тоже решил рискнуть. Я жива длинная и начальники. Ой, где это я? Почему весь мир какой-то квадратный? Почему я какой-то квадратный? Эй, Чебурек, ты что натворил? Где мой дом? Где моя кроватка? Где мои плюсовые игрушки? Мой горшок! Моя, моя манная касса! Ой, кто это здесь? Да не дрейфь ты, это я, Чебурек. Подойди поближе. Я сейчас все исправлю. Машенька моя, кроссик любимый, морковочка. Я вас больше никогда не оставлю. Какой там Майнкрафт? Я лучше машинками погоняю. Все, Чебурек, не приставай ко мне больше за своими конфетами. Короче говоря, я поиграл в Майнкрафт. Короче говоря, конфетка. Был конец зимы, и я развлекался как мог. Я играл и этой игрушкой, и этой, и этой, и этой, и даже этой игрушкой. Я просто надеялся, что я заиграюсь так, что когда я наиграюсь, уже наступит весна. Эй, мелкий, а чего это ты со мной не играешь? Я же могу и обидеться. Я страшненький, да? Ну, немного. Ну, а ты мне и такой нравишься. Чебурек, ты где пропадал? Кудлатый рассказал мне, что был в Ашане. И купил какую-то крутую штуку. Какую-какую? Скажи-ка мне. Майнкрафт, скажи мне. Потом скажу. Ты мне лучше скажи, что это за новая игрушка у тебя? Где взял? Чё от меня спрятал? А дашь поиграть, а? Вот именно поэтому и спрятал. Пришлось показать Чебуреку крутую тачку на радиоуправлении. Её мой дядя на Гербесте заказал и подарил мне. В общем-то, это родители спрятали её от меня, пока я не дорасту до этого возраста. Хотя она такая маленькая, что я и сейчас в неё не влезу. А когда я больше буду, я ей совсем кабину развалю. Ну давай, давай уже на ней подгоняем. Легко этому кудлатому говорить. Он маленький, залезет на неё. Тогда я подумал примаститься на самом краюшке сбоку. Я попробовал и вот так ещё попробовал. Ничего не получилось. Эх, жаль, что я не могу стать маленьким. Ты меня совсем не слушаешь? Я же говорю, крутую штуку купил. Да какую же? Оказалось, что это волшебная конфетка, которая может уменьшить меня. Когда я спросил у Чебурека, опасно ли это, он сказал, что реальные мужики не знают слова «опасно». Я долго смотрел на конфетку, а она на меня. Я на конфетку, а она на меня. В общем, конфетка оказалась сильнее меня, и я её съел. И вдруг я почувствую, как у меня забурчало в животе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ух ты! Я теперь маленький! И я смогу кататься на машинке! Так, стоп! А как же я опять сделаюсь большим? Чебурек, у тебя есть другая конфетка? Эм-нет, я только эту купил. Караул! И что же теперь делать? Я знаю! Прыгай в свою тачку и мчи в вашан за увеличительной конфеткой. Ну чё, я погнал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет! Куда ты меня несёшь? Здесь же я! Помогите! Короче говоря, конфетка. Короче говоря, Иван-гай вернулся. Было лето. Мы с Чебуреком отдыхали на море. Ну как мы? Я отдыхал, а он всё время дрожал от страха. А-а-а, волна! Она сейчас меня заберёт и креветки сожрут меня. Мак, не брызгайся! Эта мокрая вода попадёт мне в уши. Ну в общем, я с этим тошнотиком развлекался как мог. То я его зарою в песок, то он меня закопает по самые уши, а я потом песком плююсь и достаю его из самых интересных мест. То я его обстреляю из водяного пулемёта, то он, превратившись в Рэмбо, бомбит меня. То Чебурек построит замок из песка, а я развалю его. То... Ну если честно, после этого случая он отказался со мной играть и пошёл загорать. Ну и ладно, позвью пока пахлаву. Тут смотрю, несётся ко мне Чебурек на всех парах. Я был уверен, что он сейчас отберёт у меня пахлаву. Но нет. Марк, пока я загорал, своими большими ушами я подслушал, что вернулся Иван Гай. Иван Гай? Где-то я это уже слышал. Правда, не помню где. Ты чего? Иван Гай, король Ютуба. Ну, ушёл в музей и не вернулся. А, точно. Он просто так уже давно видео не выпускал, что я уже и забыл про него. Ставьте видео лайк, если помните, кто такой Иван Гай. А ещё говорят, что он сейчас живёт в городе, где мы отдыхаем. И у него теперь новая работа. И сегодня вечером он заступает в свою смену. Да ладно! Иван Гай со мной в одном городе и вечером я смогу его увидеть? Что же делать? Куда вязать? Что говорить? Я знаю! Я с ним познакомлюсь, поздороваюсь за руку по-мужски. Он меня сразу зауважает. А ещё я поделюсь с ним своим самосвалом. А потом скажу, что я тоже видеоблогер. Он поймёт, какой я крутой и согласится снять со мной общее видео. Ух, после этого все девочки на пляже точно будут моими. Я еле дождался вечера. Написал сценарий для общего видео. Подкачался. Надел очки. Помыл самосвал. Сижу, жду. Тут подбегает ко мне чебурек и говорит. Марк, Марк, приготовься! Иван Гай уже идёт! Вот он, смотри! Я посмотрел в сторону, в которую показывал чебурек и... Горячая кукуруза, креветки, вино, паклова. А креветки почём у вас идёт? Короче говоря, Иван Гай вернулся. Ну да, пошутил я немножко. Пусть знают, как мои замки ломать. Короче говоря, страсилка на ночь. Дело было поздним вечером, и у нас с чебуреком настало время страшных историй. Морковки, а вы любите страшилки? Если да, быстрее ставьте лайк. В одном тёмном-тёмном лесу стояла чёрная-чёрная хижина. В этой чёрной-причёрной хижине жила злая-призлая ведьма. А в её чёрном-чёрном подвале была целая коллекция консервированных усей маленьких чебуречков. А-а-а! Ой, мамочки, как же страшно! Здесь меня точно никто не достанет. Ой-ой-ой-ой-ой! Я вижу чью-то тень! Уйди, страшила! Я тебя не боюсь! Чебурек, это же я! А вот за страшилку как-то обидненько было. Настала очередь Чебурека рассказывать страшилку. Ладно, слушай. Вот ты в телефоне часто сидишь? Нет, у меня ещё нет своего телефона. Ну, а смайлики любишь отправлять? Мой ответ был, конечно. Я только смайлики умею отправлять. И Чебурек продолжил свой рассказ. Говорят, что поздно ночью, когда все спят, смайлы в телефонах и компьютерах оживают, вылазят из них и приходят в кроватку к маленьким мальчикам, которые очень любят отправлять смайлы. Потом они превращают его в какой-то из смайлов и забирают свой виртуальный мир. И каждый смайлик в этой огромной коллекции это какой-нибудь глупенький мальчишка. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ночью мне совсем не спалось. Эти смайлы не выходили из моей головы. Не то, чтобы я боялся Но на всякий случай я надёжно спрятал мамин телефон И ноутбук, и ещё один ноутбук И накрыл компьютер А потом разозлился на Чебурека, что он мне такие глупости рассказывает И на себя, за то, что я в них верю И улёгся в кровать спокойно спать Спишь, маленький любопытный мальчик? А мы знаем, что ты любишь баловаться смайлами И если мы так уж тебе нравимся Так почему бы тебе не стать одним из нас? Сейчас мы заберём тебя к себе В наш мир Помогите! Вытащите меня отсюда! Короче говоря, стросилка на ночь Короче говоря, огромный шар лол Я пришёл из садика Я не хотел ни пить, ни играть, ни смотреть мультики, ни кушать Даже свою любимую манную кашу Ну, разве что чуть-чуть Ну, разве что совсем немного И ещё немного Ладно, с аппетитом у меня было всё в порядке А очное строение не очень Пришёл Чебурек Марк, ты чего кисный такой? У вас в садике лимоны бесплатно раздавали? Я рассказал Чебуреку, что меня пригласила на день рождения Катя Какая Катя? Ну, Катя Ах, Катя Да, Катя И мне нужен для неё особенный подарок Только вот что подарить ей я совсем не знаю Чебурек заверил меня, что подарок должен быть оригинальным И начал предлагать свои варианты Подари ей свою первую соску Тогда она поймёт, что она действительно много для тебя значит Ага, может ей ещё и свой первый памперс подарить? Ну, тогда подари ей домашнюю крыску Это тебе не какая-то там ванильная кошечка Давай я лучше Кате тебя подарю А что, ты оригинальный такой Такого Чебурека у неё точно нет Эээ, нет Так и скажи, что тебе мои идеи не нравятся Поехали тогда в магазин выбирать Мы приехали в магазин И среди кучи девчачьих игрушек я увидел Его Точно, как я забыл голова садовая Все же девчонки от этих шаров лол тащатся А это вон какой здоровенный Катя точно оценит Но оказалось, что это выставочная модель И в наличии эти шары будут только на следующей неделе Но мне же на этой неделе Кате идти Чебурек сказал, что он всё порешает дома Дома этот ушастый решал Сказал, что мы просто найдём такой шар в интернете И заказим его прямо домой Отличная идея Мы уселись за компьютер На каком-то сайте мы нашли похожий шар На тот, который мы видели в магазине Там, правда, ещё что-то было написано мелким шрифтом Но я и крупным-то шрифтом ещё не научился читать Поэтому забил на это и попросил маму оплатить подарок Ну и сел ждать Наконец-то в дверь позвонили И Чебурек побежал за посылкой Да уж, я, конечно, коробочку побольше ожидал Я открыл Достал коробку Посмотрел на этот жалкий Совсем не похожий на картинку Шар И чуть не расплакался Вовремя вспомнил, что я музык Собрал силы в кулак Попросил маму, чтобы она всё-таки прочла мне Тот мелкий шрифт Оказалось, что там было написано Внимание, данная картинка является примером Реальный размер и содержание могут отличаться Короче говоря, огромный шар лол Короче говоря, меня забыли в детском лагере Какой же прекрасный день Зара, солнце, птички поют Никто тебя никуда не тянет Но вот есть одна проблема Остался всего один месяц каникул И я вот сижу тут и думаю Как же мне его провести? Что же мне такого интересного замудрить? О, точно! Можешь сделать дамаску, которую мне в школе на лето задали Да ладно, шучу я Какая дамаска? Ещё целый месяц Ну что же мне ещё поделать? На море я уже был На пляже валялся В море купался Этого мне уже не хочется К бабушке в деревню я уже тоже ездил Как вспомню эту поездку Аж лысина потеет Батуты вообще не обсуждаются Я туда как домой хожу А вот в школу я сходил бы Ага, повелись? Шучу я Какая школа? Кстати, а вы хотели бы, чтобы каникулы длились вечно? Если да, ставьте сосиску вверх То есть пальчик вверх И только я об этом подумал Как услышал Чебурека Который хлопая ушами На всю улицу Прибежал ко мне Привет, Марк! Ты чего тут расселся? Пойдём скорее со мной Я там такое нашёл Просто пальчики оближешь Ну пойдём, покажешь Сказал я и мы вместе побежали Стоять! Мы на месте! Я смотрелся по сторонам и понял, что кроме моих любимых собачек больше ничего нет Чебурек, ты что опять воду из унитаза пил? Собак кушать нельзя! Каких собак? Посмотри, у них же полные миски корма И это же такая вкуснятина! Давай ты будешь их отвлекать, а я... Не успел Чебурек и договорить, как я схватившись за голову, убежал Караул! Только я поудобнее умастился, а тут опять он Марк, ну пойдём! Чебурек, ты что не видишь, что я сядю? Ага, вижу, в кресле развалился и ничего не делаешь Да нет же, я думаю, как нам провести остаток лета, а идеи нет А давай мы с тобой в Африку поедем, Генку проведаем, он к родителям на лето поехал Не, мы пока до Африки доберёмся, уже и лето пройдёт Нужно что-нибудь поближе Ну и зря, он как-то грыз свой хвост и рассказывал, что у них там весело Прямо как в детском лагере Ну-ка, ну-ка, постой, что ты сказал? А ну, повтори Ну, это Генка хвост грыз, бывает у него такое Да нет же, Чебурек, всё, решено, мы едем в детский лагерь Я поговорил с мамой, она сказала, что не против лагеря И уже на следующий день мы с Чебуреком отправились в лагерь Целую неделю мы веселились, бесились, баливались как могли В общем, я бы с этого лагеря вообще не уезжал И вот вожатые сказали, что лагерь закрывается И сегодня после тихого часа автобус развезёт всех по домам Как ни странно, этот тихий час оказался очень длинным И когда я проснулся, я понял, что остался один А где все? Неужели автобус уехал без меня? И где же Чебурек? Почему он меня не разбудил? Короче говоря, меня забыли в детском лагере Короче говоря, подарок на день рождения Сегодня я проснулся в отличном настроении Ведь сегодня мой день Не понравилось, не мешая Как вы думаете, сколько мне исполнилось? Напишите ваши варианты в комментариях Написали? А теперь слушайте правильный ответ Мне уже 4 года Кто отгадал, поставьте в видео лайк Вы красавчики Пока я тут с вами болтал, обратил внимание, что родители притихли Наверное, мега сюрприз мне готовят Пока они не узнали, что я проснулся Нужно отыскать свой подарок Да-да-да, я любопытный Ну а кому не хотелось до праздника посмотреть свои подарки? Сепи бёздей тую Спасибо, тибуречек, за поздравление А теперь пошли мой подарок искать Ок, но если найду я 50% подарков мои Где мы только с тибуреком не искали Вдруг слышу Мам, смотри, я нашёл его Эх, всё-таки придётся с ушастым делить подарок Когда я увидел свой подарок То не поверю своим глазам Это же моя мечта Новая модель планшета Турбокитс С5 В нём самые идеальные характеристики для детского планшета Ну-ка посмотрим, что там внутри Какой яркий, стильный, модный В садике и школе с таким точно станешь самым крутым Посмотрим, насколько он шустрый Здорово! Загрузился почти сразу после включения Какой в нём прикольный интерфейс И игры есть И программы для обучения Стоп, стоп, стоп! Я тут нашёл, где тебе родители планшет заказали Ещё и так недорого Для моих зрителей Ссылку на планшет я оставил в описании Неизвестно, сколько бы мы ещё с чебуреком Втыкали в мой новый будущий планшет Но я услышал мамины шаги Нужно было поскорее спрятать планшет на место Мама застала меня в самый неудобный момент Она удивилась и спросила Чего это я залез на стул? Я ответил, что поздравления с днём рождения Так принимать торжественнее Но я готов! Веря меня! Я расставил руки Закрыл глаза Но вместо песни Хэппи Бёздэй Я услышал Марк, ты какой-то странный сегодня Собирайся скорее Мы к Лере уже на день рождения опаздываем И подарок не забудь Возьми его вот там наверху в шкафу Оказалось, что сегодня не 16 сентября А 15 И подарок этот совсем не мне Короче говоря Подарок на день рождения Морковки Я надеюсь вы не забыли Что завтра у Марка день рождения И в честь этого Ждите на канале новое видео Вопросы и ответы от Марка Там вы увидите свои вопросы Которые написали в комментариях До завтра! Короче говоря Мы сходили в детский развлекательный центр Было бы с ней себе весенний день А что? Снег по пояс Земля хоть на коньках катайся Температура минус 10 Я в теплющей нелепой шапке Действительно Ничего необычного Как для весны Чебурек съехал за снежной горки И встрял в сугроб вверх ногами Да уж это тебе не в развлекательном центре С горок съезжать И на батуте скакать Смотрю А он как-то загрустил Оказалось, что Чебурек Ни разу не был Ни в одной игровой комнате Нужно исправлять ситуацию И просветить друга Я попросил маму Возить нас туда Она вызвала такси И к нам подкатил Роскошный кабриолет Это Яндекс такси, детка Пока я ехал И любовался шикарным видом Из окна Моего современного города Оказалось, что Чебурека В машине укачивает Прости, мамина шубка Когда я вырасту Я куплю тебе новую Наконец-то мы доехали До местного назначения И нашли вход в развлекательный центр Перед тем, как зайти Я уже представлял Как мы с Чебуреком Отрываемся на полную катушку там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, видимо, нашим мечтам Не дано было осуществиться Вы разве не знаете, что у нас Ход с животными запрещен? Это она обо мне, что ли? Какое же я животное? Я же Чебурек Короче говоря, мы сходили В детский развлекательный центр Короче говоря, поменялись телами Была среда Мой типичный незаурядный день Уровень младенца я уже прошел Поэтому лежать и плевать в потолок Мне уже не интересно А до уровня школоблогера Я еще не дорос Вот и приходится развлекать себя Как могу Сегодня я лечил Переросший корнеплод Делал уколы распухшему Зайцу нереального цвета Играл ненастоящим арбузом Покупал пластмассовые овощи и фрукты И бумажные сладости Ел эти сладучие конфеты И смотрел эти странные мультики И это я молчу еще за съеденные тарелки Манной каши с комочками И выпитые литры наваристого киселя То ли жизнь моего папки Работать себе целый день Потом ешь огромные тарелки еды Которые я могу только нюхать И может хоть футбол посмотреть Хоть в игрульки компьютерные порубиться Не жизнь, а огромный киндер сюрприз Вот бы мне с ним Хоть на часок телами поменяться Ладно, возьму ведро и совок И пойду мечтать на улицу Ну, на улице я от своих мыслей Конечно же отвлекся Еще бы такая карусель Даже где-то опять не сравнится А эта дригалка стоит Десяти танчиков компьютерных Ну а на этой качели Можно и в космос отправиться Ничего себе слетал на Марс Ну, я дома Уже хорошо Странно, почему у меня чувство того Что мне нужно в магазин Купить себе новые джинсы И это пятно на ковре Откуда оно? Его срочно нужно отмыть Кстати, о ковре Его же уже 4 дня не пылесосили И куриная грудка Мне хотелось приготовить ее сегодня По новому рецепту Мои бедра Почему я трогаю себя за них И мне хочется плакать? Потому что я Потому что я Толстая Короче говоря Поменялись телами Да иди Спасибо О канале Пока-пока 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 Пока-пока